Продолжение следует... 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 когда задокументирован факт общения императора Александра I на тему возведения нечто подземного, подземное сооружение искусственного характера, возведенное руками. Я говорю о первом в Российской империи пешеходном туннеле. Он должен был появиться и мог появиться на берегах Невы, если не в 1814 году, но, по крайней мере, к 20-м годам, к 30-м годам, скорее всего, он мог появиться. Что произошло? В 1814 году на правах победителя Александр I встретился с Марком Изамбаром Брюнелем. Это легендарный английский изобретатель, конструктор, который предложил на этой встрече идею возведения подземного сооружения. У него были наработки, причем человек вдохновлялся корабельной тематикой, и в идею некого механизма, который облегчил бы существенную работу по возведению туннеля, он видел, прообразом этой модели, прообразом этого устройства являлся корабельный червь, моллюск такой. Крайне неприятное существо, скажу, специально фотографии не показываю, но, тем не менее, именно это существо, по сути, явило собой прообраз щита, которыми пользуются по всему миру все туннели-строители на всех континентах. К великому сожалению, в 1818 году хоть проект и был готов, но кончина императора не позволила реализовать этот проект, и от него отказались. Таким образом, идеи, которые были предусмотрены для туннеля в Санкт-Петербурге, а что он должен был соединить? Задача была соединить Васильевский остров и центральную часть города. Идея туннеля, которая в умах великого англичанина находилась, реализовалась, наконец, в виде туннеля под рекой Темза. В 1843 году это уникальное инженерное сооружение было построено, не без проблем, конечно. Большинство вопросов пришлось решать впервые, например, в том числе проходка под руслом реки, под Темзой, небывалый случай. Здесь мы видим с вами гравюру, которая демонстрирует, как это выглядело. Он был пешеходный. Здесь мы можем с вами наглядно разглядеть изображение первого проходческого щита. Как раз то, о чем я говорил, вдохновленный моллюском, Брюнель создал такую машину. Это было не механизированное устройство. По сути, это обыкновенная металлическая оболочка, которая могла перемещаться за счет мускульной силы строителей. Но под защитой этой оболочки строители, находясь под ней, были надежно защищены от выволов и могли разрабатывать породу дальше. Мы видим с вами ярусы, перекрытия. Стоя на разных ярусах, в силу ограниченности человеческого роста, строители могли возводить достаточно протяженные, высокие, широкие выработки. Внизу справа мы с вами видим портал, что называется входная часть пешеходного туннеля. А слева мы видим тот же самый портал, но уже из правого туннеля выезжает паровоз. Что это за безобразие? А все дело в том, что спустя 20 лет именно в Лондоне был открыт первый метрополитен. В привычном понимании, как мы себе это представляем, городская обособленная железная дорога, не имеющая пересечения в плане и в профиле с другими видами транспорта. Вот мы видим, а почему бы не использовать? Зачем новый туннель проходить, если он уже готовый имеется? Мы с вами переходим к первым проектам петербургского метро. И, конечно, проект Брюнелли был не первым. В большинстве источников, если начинать изучать тут же Википедию, различные книги, посвященные метрополитену, очень часто всплывает фамилия некого купца или инженера Торгованова, который предложил в 1620 году построить пешеходный туннель. Причем Брюнель в источниках редко упоминается. В основном вот этого Торгованова вспоминает, что именно он был первым основоположником. О его проекте данных никаких практически нет. Известно, что ему отказали, проект рассмотрели, но посчитали такую идею преждевременной. Многое боялись в то время вводить, возводить и строить. Но известна фраза, которую я повторяю на каждой лекции, на каждой экскурсии. Резолюция была из канцелярии императора. Следующее – выдать из казны 200 рублей золотом и обязать подписью впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах ему свойственных. То есть таким образом вежливо человека направили. Вот ты купец, вот и пожалуйста продавай, не лезь туда, куда не нужно. Тем не менее, это не остановило инженерную мысль. Проектов было множество. В принципе, если рассказывать подробно о каждом проекте, это, наверное, тема даже не одной, а, наверное, даже двух лекций. Можно очень глубоко уйти. У нас задача пройтись от самого начала до перспектив. Поэтому я таким достаточно экспресс-вариантом пройду, и мы посмотрим фамилии основных. Основоположников, среди которых был Брюнель, названный мной Торгованов. Базан, Ганеман, Гартман, Болинский, Герсон, Горчаков. Кульжинский, Янакиев и Графтио, известные нам по работам, связанных с внедрением в нашем городе трамвая, трамвайного движения. Мне хотелось бы сосредоточить внимание на, пожалуй, двух-трех самых ярких проектах. И среди них занимает такое почетное место, на мой взгляд, проект Герсона, Генриха Герсона, который датируется уже 1901 годом. Здесь мы видим с вами фрагменты из его документации, фрагмент из его чертежей, который демонстрирует концепт линии городского внеуличного транспорта, мелкого заложения. Можете увидеть, что наверху это уже проезжая часть, где предполагалось пустить первую трассу по проекту Герсона. Друзья, это, по сути, прообраз нашей Невско-Селеостровской линии, зеленого цвета. От Адмиралтейства через Гостиный двор и до площади Александра Невского, практически через площадь Восстания. Вот он, первый проект. То есть потребность и понимание в том, что нужно разгружать Невский проспект, это понимание шло еще с 19 века. Здесь мы можем с вами увидеть как туннели квадратного сечения, так и круглого очертания. То есть уже тогда круглые обделки задумывались, то есть счетовые комплексы явно предполагалось использовать. Давайте посмотрим трассу. В принципе, здесь достаточно хорошо угадываются знакомые петербургские и ленинградские места. Ну вот, например, вот здесь. Ну это очевидно, что это площадь Восстания, Знаменская площадь. Здесь мы видим, как изображена выемка, место, где пути метрополитена Герсона поднимается на поверхность и соединяется уже с разветвленной сетью конки на то время. Связанность сети – это достаточно актуальная задача, поэтому об этом думали, чтобы можно было подвижной состав туда поместить. История знает, конечно, моменты, когда были изолированные системы, куда вагоны метро буквально кранами заталкивали по одному, заряжая как пулю в патрон, как, скажем, пулю в дуло. Такие примеры тоже есть. Но здесь решили этот момент обыграть, благо глубина заложения была незначительная. В местах пересечения с важными городскими магистралями, например, Садовая улица, мы видим, как линия уходит вниз, подныривает, чтобы можно было пропустить другую, перспективную, вторую, третью линию под Садовую улицу, поверху, видите, наверху. Ну а в левом нижнем углу тоже не составит труда догадаться, что изображено. Самое начало Невского проспекта и тоже выход линии на поверхность. Проект Кульжинского Сергея Николаевича, 1902 год. Чем он интересен? Можете обратить внимание, что линия, нарисованная на данном слайде, демонстрирует соединение всех существовавших на тот момент городских железнодорожных вокзалов. И эта идея, она идет такой главной нитью во многих проектах конца 19 века, начала 20 века. То есть это стало понятно сразу, что за железнодорожным транспортом будущее, и, соответственно, львиная доля пассажиропотока, большинство пассажиров, большинство приезжающих в город на Неве людей, это люди, которые приехали на поезде. Поэтому очень грамотным было бы увязывание все это в единую сеть. Что, в принципе, было и сделано, в первую очередь, Ленинградского метро в 1955 году. Ну, конечно, особняком, я считаю, что, наверное, самый красочный след в истории первых и ранних проектов метрополитена оставил, безусловно, Петр Иванович Болинский. Надо отдать ему должное, а также художникам, которые сопутствовали его работе. Благодаря его трудам стало нам сейчас видно и понятно, каким мог выглядеть альтернативно метрополитен в Санкт-Петербурге. Это надземный метрополитен. На тот момент уже существовали трассы в Нью-Йорке. Надземный, безусловно, опыт Соединенных Штатов был учтен в тот момент. Вот таким образом художник изображал движение первых метроэкспрессов на улицах города. Не пытайтесь узнать это место. Мы пробовали с коллегами неоднократно. Это некий собирательный образ Санкт-Петербурга, который демонстрирует видение концептора, как можно выполнить надземную линию метро. Ну, вот здесь можно узнать достаточно хорошо, что имел в виду художник. Что же это, друзья? Московский Николаевский вокзал. Совершенно верно. Таким образом, видел Болинский станции метрополитена, непосредственно платформы. То есть это надземное сооружение, которое крытой галереей соединяется уже с основным вокзалом. В качестве тяговых единиц мы видим изображено нечто среднее между паровиком, таким паровым трамвайчиком, да, и вот что-то похожее на одни из ранних электровозов. Вот такой собирательный образ, поскольку электротяга уже в мире была известна, ну, остается гадать, что же имелось в виду. Здесь мы что видим, друзья? Какой вокзал? Это Балтийский вокзал. Тоже надземная трасса. К сожалению, проект реализовать не удалось. Он требовал, ну, это естественно, как и любое капитальное сооружение, очень больших финансовых средств. Понимания не было, как быстро оно окупится. Тогда очень хотели это все окупать. Сейчас-то мы знаем, что транспорт, особенно пассажирский транспорт, это практически убыточная вещь, и стремиться извлекать прибыль из пассажирского транспорта – это задача очень неблагодарная, скажу я вам так. И тогда эти вопросы также задавали в начале 20 века. Привлекалось внимание иностранных инвесторов. Кстати, это тоже была одна из причин, которой была недовольна администрация города. Как же так? Иностранцы вкладывают, а как мы будем отдавать им деньги и так далее и тому подобное? Надо понимать, что по городу еще трамваи не ходили. До трамваев еще остается 5 лет. Значит, ходили по городу конки. Коночных маршрутов было несколько десятков по всему городу. И вы понимаете, что появление метрополитена поставило бы, скорее всего, жирный крест на работе конок, поскольку в таком варианте явно надземная трасса была бы быстрее. Не надо было бы выходить перед мостами, как известно. Были случаи, когда слишком нагруженный вагон конки приходилось пассажирам покидать, чтобы помогать вагону вскарабкиваться в горочку, мост заталкивать. Вцеплялись дополнительные лошади. Вот такие чудеса тоже присутствовали. Это была обыденность для горожан 19 века, конца 19 века. Здесь же таких сложностей не было, и вместимость вагонов достаточно большая. Но, к сожалению, проект не пошел. Петр Иванович не отчаялся и поехал в Москву, где также предлагал проекты надземного метро рядом с Кремлем, но также эти идеи реализовать не удалось. К сожалению или к счастью? Наверное, к счастью, потому что один из минусов, которые приписывали этому проекту, и вы, наверное, поддержите меня, это, вероятно, грохот. Все мы представляем зарубежные фильмы о американских метрополитенах, североамериканских, когда линии надземные проходят, как правило, в гетто, в страшных районах, где идет грохот из-за металлических конструкций. Вот, примерно, то же самое было бы в центре нашего города. Наверное, зрелище было бы не из самых приятных. Пару слов о первых системах Лондон. Я уже его называл, 1763 год. Если бы звезды сложились иначе, вполне одна из первых транспортных систем могла появиться и в Санкт-Петербурге. Не получилось. Поэтому Пальма первенства заслуженно принадлежит Лондону, один из самых крупных метрополитенов мира. Здесь мы с вами видим фотоснимок 2013 года. Тот год, как можно догадаться, праздновался 150-летний юбилей. Был восстановлен паровоз. Если не ошибаюсь, сама королева Великобритании в рамках празднования этого юбилея спускалась в метрополитен, чего не делала многие десятилетия. Если не ошибаюсь, лет 40 она в метрополитен не спускалась. Действительно, событие серьезного, высокого масштаба. Представьте, какой восторг был у первых пассажиров. Крытый вагон-то, это же не для всех. Это для тех, кто мог позволить себе крытый вагон, первый класс. А большинство людей передвигались в таких открытых платформах. Представьте, восторг. А если еще в белом вырядиться, в белой рубашечке, например, и поехать на работу, представьте, копоть-то куда полетит при движении паровоза. Конечно же, навстречу восторженным лицам. Так что поездка была не сказать, что была комфортна. Сейчас мы едем в гораздо более лучших условиях, чем наши предшественники в Лондоне. Тем не менее, миру был показан пример, как можно сделать быстрый городской транспорт. Потому что наземный транспорт уже не справлялся ни в каком виде. Второй метрополитен тоже сегодня косвенно сказали. Нью-Йоркский метрополитен, открытый буквально пятью годами позднее. Но он не был подземным. То есть при открытии он был исключительно надземным. На эстакадах это было дешево. И впоследствии, опять же, те причины, о которых я вам говорил, шумность, она привела к тому, что нужно было линию прятать. Но и не везде эстакаду можно было построить или сделать поворот линии. Так или иначе, уже первые подземные фрагменты Нью-Йоркского метро появились уже на рубеже 19-20 веков. Ну и, наконец, третий метрополитен мира, первый континентальный метрополитен, это Будапешт. Здесь представлен один из самых первых вагонов. Можете заметить, обратите внимание, клепанная рама. То есть и на вагон метро, согласитесь, он не очень-то и смахивает. Больше на трамвай, скорее всего. Вот, возвращаясь к проекту Гершсона, помните, я сейчас недавно рассказал, под проезжей частью Невского проспекта, вот примерно так могло это и выглядеть. Не исключено, что именно этим метрополитеном он и вдохновлялся. Года подходят. Те проекты 1901 года. Не исключено. А, скорее всего, так оно и есть. Это подвижной состав первой линии Будапештского метрополитена. В музее такой вагон можно встретить. Сейчас там ходит более современный подвижной состав 70-х годов постройки. Ну а, соответственно, остальные линии уже строились при участии Большого Брата, при помощи Советского Союза, соответственно, соблюдением всех норм и стандартов метрополитенов СССР. И подвижной состав, соответственно, и сами станции очень похожи на наши. Но, тем не менее, приятен тот факт, что метрополитен Будапешта стал третьим. Мы переходим к довоенным проектам. Ленинград. Начало 30-х. Довоенный Ленинград. Что из себя представлял? Активно развивающийся советский город. Транспорт был мощный генеральный план принят, если не ошибаюсь, 1936-го года, 35-го. Благодарю. В соответствии с которым, ну и 31-35-го, соответственно, документы, которые предполагали кардинальным образом изменить облик Ленинграда, сломать, разрубить все то, что было до революции, до революционной, имперской, и сделать новый город, город на Неве, город Ленинград. Транспорт уже не справлялся. По улице ходили трамваи в большом количестве, множество трамвайных маршрутов. Как известно, трамвайные маршруты были запущены у нас в 1907 году. В прошлом году у нас был 110-летний юбилей, серьезный праздник. И уже в 30-е годы стало понятно, что трамвай не справляются, появляются новые производства, новые точки приложения силы, новые жилые районы, от которых нужно как можно оперативнее, как можно быстрее и безопаснее людей довозить до работы, соответственно, вечером с работы забирать. Параллельно с этим был открыт метрополитен, самый первый в Советском Союзе в Москве, московский метрополитен, ордена Ленина, правильно я говорю? Ордена Кагановича, совершенно верно. Все смешалось в доме. Имени Кагановича, совершенно верно. И, конечно, тот метрополитен, который строился силами десятка тысяч людей, опыта не было, самый первый в стране. Безусловно, был использован опыт из добывающих отраслей, горнопромышленных, рудничных, но этого не хватало. Одно дело добывать железную руду, другое дело возводить постоянную выработку. Чем отличаются, соответственно, горные выработки при добыче полезных ископаемых? Все дело в том, что там не стоит задача делать долговременные сооружения, долговременные выработки. Задача быстрее дойти до рудного тела, разработать его, и, соответственно, можно рушить и так далее. Что касается метрополитена, это серьезный объект, который предполагает срок годности, если так можно выразиться, без капитального ремонта 100 лет. Минимум 100 лет. Если проводятся своевременно капитальные ремонты, то в ряде источников, в ряде учебников прописывается такой возраст в 500 лет. То есть для метрополитена, соответственно, полтысячелетия – это нормальный возраст, если за ним следить и за ним ухаживать. В принципе, как и за любым сооружением, за любой техникой. Если мы за чем-то ухаживаем, оно и будет работать и приносить пользу. Опыт московского метрополитена, открытого в 1935 году, 15 мая, безусловно был учтен, и это привело к тому, что стали создаваться проекты. Проекты, в первую очередь, Ленинградского метрополитена. Среди наиболее ярких участников проектирования можно назвать управление ленинградским трамваем. Ленгор, проект Транс, ОЛНИИК, расшифровывая Ленинградский научно-исследовательский институт коммунального хозяйства. Ну и метропроект – это головной институт проектный в городе Москва, который спроектировал, в первую очередь, московского метро, и, соответственно, все остальное московское метро, вплоть до последних дней. Ну вот уже последние участки метрополитена сейчас в Москве разбиваются, поскольку строительство небывалое, одной организации не справится, поэтому уже участвуют многие проектировщики, в том числе из нашего города. Мы сейчас с вами посмотрим проект Ленинградского института коммунального хозяйства, который предложил трассы. Именно этот проект в итоге лег в основу рабочего проекта, по которому строился метрополитен Ленинграда. Обратите внимание на левую сторону, мы с вами видим прообразы, пунктиры будущих линий метро. И что меня, в первую очередь, восторгает, когда я смотрю на эту схему, это то, как дальновидно проектировщики смотрели вперед. Посмотрите, пожалуйста, первая линия практически в неизменном виде. Как она начинается в районе Автова, проходя через Кировский завод, через Балтийский вокзал, соединяя все остальные вокзалы, и уходит на север. Но единственное отличие, что она не идет в сторону станции метро нынешней Выборгской, Лесной и так далее. Она заворачивает в те места, где на тот момент уже были жилые массивы, к домам тянусь. Тогда хоть и стратегические мыслили, но все-таки хотели дать метрополитену, в первую очередь, в те места, где уже люди жили. Смотрите, Московская-Петроградская линия, та линия, по которой большинство из вас сюда приехало на эту лекцию. Посмотрите, практически в первозданном виде. Идет под Московским проспектом через Марсово поле, через Горьковскую нынешнюю и заворачивает уже в сторону Крестовского острова. Замечательно. Линия номер три. Но опять же, все то же самое мы видим сейчас на схеме метро, практически, за исключением поворота после Василиостровской вниз, в сторону Балтийского завода. Это еще тогда. Проектировщики не знали о геологии Васильевского острова. Неспроста линия Невско-Всилиостровской сейчас идет именно так, как идет до Приморской. Мощный разлом находится в районе речки, в районе Смоленки. Поэтому метрополитен уходит севернее. Это было сделано неспроста при проектировании. Тогда, естественно, 30-е годы об этом не знали. Ну и, наконец, посмотрите, пожалуйста, фиолетовый цвет. Пятая линия метро. Она была открыта в нормальном действующем виде только в 2009-2012 годах. Смотрите, в 37-м году она уже изображена. Ну и совсем из удивительного. Коричневый цвет, друзья, это Красносельско-Калининская линия. Она только-только сейчас на схемах появилась, ее уже рисуют. Ну и кусок кольцевой линии метрополитена. 37-й год. Мы с вами переходим к 41-му году, к январю. 21-го января, эта дата считается днем рождения ленинградского, санкт-петербургского метростроя. Тогда был сформирован мощный коллектив, который назывался строительство номер 5 НКПС, Народного комиссариата путей сообщений, который начал возводить ленинградский метро. Причем тогда проект довоенного метро 41-го года включал большее количество станций, друзья. Их 12 было, не 8. Какие же это станции? Они вам знакомы практически все. От Автова до станции Выборгская. Как раз наверху мы с вами видим Бабурин переулок, утраченное название. Это нынешнее расположение станции Выборгская. Есть еще одна станция, о которой мало кто догадывается. Это станция метро 29-го января. Пожалуйста, обратите внимание. Вот она представлена здесь. Эта станция. Согласитесь, она напрашивается. Ее там не хватает. Это один из самых протяженных перегонных туннелей Кировско-Выборгской линии метро на сегодняшний день. И это неспроста. Станции там попросту пропущены. Также можно увидеть, пожалуй, наверное, было неверным выбор желтого цвета. Неправильно я нарисовал это желтым, но тем не менее можно здесь узреть определенные ответвления от площади Восстания и на север от Бабуриной переволок. Что же это такое? Это одна из моих любимых тем, о которых люблю рассказывать на лекциях и на экскурсиях. То, что стало известно, ну, практически случайно. Было у всех на виду, но никто практически внимания на это не обращал. Дело в том, что в 2000-х годах был рассекречен ряд документов, был снят гриф, и эти документы попали, в том числе, в Центр истории метрополитена на станции Приморская, который действует в настоящее время, музей метрополитена, проще говоря. И там висел документ, который, как говорится, люди читали, но через строчку. И вот однажды, и мне довелось его почитать, там, в третий, в десятый раз, я вчитался в него подробнее. Там было сказано черным по белому, что следует предусмотреть при строительстве Ленинградского метро конструкции, принятые на московском метрополитене, и диаметры предусмотреть следующие. От станции Автова в сторону станции Московский вокзал диаметры соответствуют, должны соответствовать московскому метро 6 метров. Севернее, от станции Московский вокзал до станции Бабурин-Переолок, а также от станции Московский вокзал до железнодорожной станции Навалочная, туннели метрополитена предусмотреть диаметром 9,5 метров. У вас может возникнуть вопрос, а зачем же вот такая несуразица, полметрополитена одной ширины, проще говоря, остальная половинка, но меньшая часть шире, чем обычная. Дело в том, чтобы далеко особенно не уходить, можно эту идею очень хорошо развить. Давайте я вам так скажу и покажу, сколько у нас вокзалов в городе всего. 4-5 вокзалов, если не считать утраченный варшавский. На тот момент 5 вокзалов. Финляндский вокзал на севере, он разделен на всех остальных вокзалов рекой Нева. И, соответственно, единственное сообщение железнодорожной сети, которое всеми правдами и неправдами все-таки смогли объединить в позднее имперское время в единую сеть, раньше это разным участникам, принадлежало разным обществам, и это давало очень много проблем передвижения составов. Так вот, один-единственный мост, Финляндский железнодорожный мост, построенный, если не ошибаюсь, в 1911 году, первый, причем это был однопутный мост, друзья, он стал двухпутным буквально лет 20-30 назад, не 20-30 лет назад, двухпутный мост он стал. Соответственно, был однопутный мост, и, как вы понимаете, тут особо не надо бундерствовать лукаво, одно неосторожное движение потенциального неприятеля, и все, железнодорожная связь в городе Ленинграде нарушена. Это было очень актуально, было важно, так что ответом на вопрос, зачем так сделали, является факт того, что, вероятно, предполагали проход по ночам военных эшелонов по линии метрополитена. А почему нет? По-моему, это гениально. Сделать, почему бы не сделать? Тем более, подобные прецеденты в Советском Союзе были. Не использование метрополитена, а имеется в виду дублирование мостов подземными переправами. Ну, например, в Хабаровске, под рекой Амур, железнодорожный туннель, который дублировал мост. Или, например, Киев, которым не удалось возвести. Из-за смерти Сталина эти два туннеля железнодорожных так и не были достроены, но артефакты от этих туннелей до сих пор есть. И многие любители поизучать такие сооружения в Киеве, их находят, фотографируют. Действительно, под Днепром, Днепр, как известно, речка-то серьезная. И в сравнении с Невой она, конечно, создает понимание, что она широка и глубока. Какие берега высокие, кто был в Киеве, помнит, какой там метрополитен. Глубоченные станции, Шарах, сразу уже наземная станция, станция Днепр, Днепра. И ты едешь по метрам мосту. Соответственно, и по этой причине, что очень сложно было сооружать туннели под руслом Днепра, поэтому и метрополитен под Днепром не строился. Это очень дорого. Но при Сталине решили эту проблему, могли решить, по крайней мере, эту проблему путем строительства дублирующих железнодорожных туннелей на юге и на севере Киева. Их так и не построили. Так что, зная это, вполне справедливо выглядит и такое решение. Мы с вами смотрим проекты более поздние. Как известно, Великая Отечественная война на корню все попытки построить метрополитен остановила. На тот момент было заложено, по крайней мере, проектом было предусмотрено 37 шахтных стволов, 37-38 шахтных стволов. Не всех эти стволы, шахтные колодцы, успели возвести, но приступили к первым шахтам, которые были проще всего в строительстве. Я имею в виду шахты южной части метрополитена, от Автова и приблизительно до Балтийской. Вот эти шахты, они уже были пройдены практически, не практически, а полностью на проектную отметку и начались уже работы в горизонтальном направлении. Все это, нажитое непосильным трудом, пришлось затопить водой, потому что никто не мог во время войны за этим следить, мужчины ушли на фронт. Соответственно, строительство номер 5 НКПС, оно было направлено на восстановление железнодорожной инфраструктуры, наведение утраченных, разрушенных мостов, наведение ледяных переправ, и, конечно, не до метрополитена было совсем. Но что удивительно, впервые заговорили о том, что надо бы откачать водичку в 44-м году в мае, то есть война-то еще не кончилась, а уже о метрополитене говорят. И именно благодаря, наверное, стараниям Зубкова, первому руководителю метростроя, дело двинулось с мертвой точки, пошли письма, которые датировались маем, в июне срок 4-го, в сентябре писались письма в Москву с просьбой решить, что же будем делать с метро. Площадки были законсервированы, залиты водой, зашиты крышками, чтобы никто, не дай бог, не упал в эти шахты. Естественно, во время блокады вы понимаете, что было со строительной площадкой, где большинство помещений состояло из дерева, все это было на дрова разобрано, так что о площадках метро ничто не напоминало. В то же время была большая опасность, что могут произойти подвижки дневной поверхности. Никто не мог дать гарантию, что будет с этими выработками под воздействием воды. Все же в аварийном варианте все затапливалось. Поэтому надо было решить, либо мы цементируем эти шахты, заполняем цементом, либо продолжаем строить. Тем более вот 44-й год, конец войны, он уже не за горами, все это понимали. Уже фронты были отодвинуты за границы нашего государства, отодвигались, и, соответственно, победа была скоро. А что это значит? Возвращение населения, восстановление производства, увеличение численности населения. Значит, надо было решать транспортные вопросы. И мы видим здесь, на этих схемах, как уменьшалась первая линия метро, понимая, что денег не будет, денег нет, надо компенсировать как-то, открыть хоть что-то. Таким образом, сперва отказались от железнодорожного соединения, как мы видим, все, его уже нет. Оранжевым цветом, желтым показаны выходы на поверхность, но они уже больше для другого. Это совмещение метрополитена с железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, чтобы поезд метро мог проехать центр города под землей, а уже при выходе за границы города, в пригороды, линия метро должна была подняться на поверхность и проследовать подобно электропоездам, сейчас, соответственно, наверх в сторону Шувалова, в том направлении, в сторону Зеленогорска, и в южном направлении до Петродворца, в документах об этом написано. То есть, некий аналог Эсбана, то есть, система, которая действует в Германии, система Crossrail, Михаил, по-моему, правильно договорил, система туннелей, городская электричка в Лондоне. Вот примерно такой системой и предполагали увидеть наш метрополитен. Ну и в ноябре 1944 года мы видим вообще обрезанный проект, в котором даже не нашлось места станции метро Владимирская. Как раз здесь мы видим, ее нет. Перегон между Пушкинской и площадью Восстания достаточно протяженной. И вот именно вот эти метания, кстати, и повлияли, в принципе, на тот вид Владимирской, который нам всем хорошо знаком. Строить, не строить, строить, не строить, да вы определите, что же строим или нет. В конечном итоге, в декабре, наконец-то, пришло разрешение из Москвы, откачивайте воду. Первую шахту откачали в декабре 1944 года, и это был ствол номер 11, станция Нарская. Рядом с универмагом Кировским, соответственно, с Кировским универмагом, откачали шахту и составили акт, в котором сказано, что конструкции находятся в удовлетворительном состоянии, они были бетонные, крепствола была из бетона, а вот горизонтальные выработки были в деревянном креплении, бревные доски, вот они уже подгнили, и были замечены осадки, просадки. И, по сути, весь 1945 год ушел на восстановление площадок. То, о чем я говорил, они были разобраны, их расконсервировали поэтапно, и уже к началу 1946 года все площадки были подготовлены к строительству, и итогом стало открытие в 1955 году, 15 ноября, первой очереди ленинградского метрополитена. В первую очередь известна своей красотой станции-дворцы, станции-храмы, кто как их только не называет, и действительно первым слайдом, открывающим в первую очередь метрополитен, является станция метро Автова, которую, в принципе, разумно называть первой станцией ленинградского метро, поскольку именно с юга началось освоение площадок, там проще всего было строить кембрийская глина, грунт, в который вмещает 90% наших станций, там находится на максимальной высоте, то есть приближается к поверхности, строить ее было проще и легко, и это определило ее очертания. Посмотрите, пожалуйста, станция прямоугольная, типичных закруглений для глубокого метро здесь нет. Что это означает? Кто знает и пользуется станцией, мелкое заложение. То есть был отрыт котлован глубиной 18 метров, возведены основные конструкции подобно зданию из бетона и сверху песком засыпаны. Вот самая простая станция, которая на тот момент могла существовать, монолитная железобетонная станция. Красоты невероятные, но могла быть еще более красивой. Как известно, то, что мы видим с вами, колонны представлены двумя вариантами. Это и мраморные колонны, и колонны из художественного стекла. Многие из них колонны, неправильно выражаясь, некоторые жители, гости города убеждены, что эти колонны сделаны из хрусталя. Но это отнюдь не так, это обычное стекло, что создает такой потрясающий эффект. Да, еще один миф, будто бы эти колонны полностью сделаны из стекла. Вес перекрытий очень большой наверху. Наверху находится проспект Стачек. Станция прямо под Стачек, не в стороне, именно под проезжей частью. Сверху ездят автомобили и автобусы. И если бы хотя бы часть колонн была бы полностью выполнена из стекла, то находиться бы на этой станции было бы очень небезопасно. она, скорее всего, перекрытия этой станции бы рухнули. Прочность стекла нажатия не такая, как у бетона. Так что в основе этих колонн железобетонные массивные колонны. Просто она облицована порогу по спирали художественным стеклом. Почему по спирали? Для того, чтобы вследствие нагрузок, которые могут возрасти со временем эксплуатации, чтобы стекло не раскололось. По спирали оно, люфтам предусмотрен небольшой зазор, и со временем стекло может оседать и безопасно существовать за счет этого. Почему колонны не все стеклянные? Много вариантов. Расскажу, пожалуй, о двух самых популярных. Один из них это вариант «Москва не разрешила». Такой действительно существует момент. Проекты же согласуют, в том числе, и столицы. И когда, согласно одной из баек, комиссия из столицы приехала в Ленинград, и были представлены чертежи, показан так называемый тестовый демонстрационный участок. Это было и тогда, и до войны в московском метро, и сейчас до сих пор на многих метростройках используется такой демонстрационный уголок, где в натуральную величину кусок будущей облицовки станции показывают комиссии. И, вероятно, как вот опять же байка существует, комиссия приехала, видела вот эту часть колонн, которая уже была облицована стеклом. Посмотрели, а еще и в проекте предусмотрена была подсветка внизу, светная. Представьте, какая красота была. И, вероятно, комиссия сказала, о, понятно, решили переплюнуть столицу. Нет, такая красивая станция может быть только в московском метрополитене. Эти колонны так уж и быть оставьте, уже, допустим, остается не так уж и много времени, остальное как-нибудь попроще. Вот такая версия. Ну, а версия номер два, которая тоже имеет место и, вероятно, наиболее вероятна, это, грубо говоря, не грубо говоря, самая простая экономия средств. Ну, уже после войны строили, попробовали, решили, что это слишком дорого производить такое стекло, отливать в формочке. Там же ведь не просто стекло с изнанки. Почему мы с вами не видим бетон? Под 80 градусов. Очень хитрая огранка, так же, как и известный мухинский стакан, граненый советский. Та же самая огранка внутри этих колонн. За счет чего? За счет преломления света создается оптический эффект. Идет преломление, мы с вами бетон не видим. Это очень здорово, потому что обслужить такую колонну не получится. Это там будут подтеки, следы высылов, белые налеты. Поэтому стекло это маскирует и отражает свет. Вероятно, из-за вот этой технической сложности и отказались. Переходим далее. Станция Кировский завод. Станция серьезная. Должна была, по мнению архитекторов, напоминать цех заводской, Путиловского, Кировского завода наверху. Применено было впервые в Советском Союзе так называемое люверсное освещение на потолке. Причем, это одна из самых, это самая первая станция, где применили лампы дневного света, люминесцентные лампы для освещения метрополитена. В столице этого не было. И после этого массово пошло по метрополитенам страны. Что еще необычного можно рассказать про эту станцию? Да, в основе этой станции лежит колонная конструкция. Мы видим изящные колонны, высокий зал, которые были не то чтобы подсмотрены, но рекомендованы к производству работ согласно проектам московского метро, станции Маяковская, например, одна из самых красивых станций метро в мире, я считаю, вполне заслужена. И вот здесь лежит в основе вот эта советская идея колонных станций. Поскольку дело уже происходило в 40-е и 50-е годы, в годы экономии, и все-таки это Ленинград второй город страны, а не первый, поэтому здесь пробовали упрощать и удешевлять метрополитен, стоимость его, потому что это очень игрушка недешевая. Это станция, где применили не стальные колонны, а чугунные, потому что чугунный материал дешевле, чем сталь, только на этой станции. Вот это ее особенность, малоизвестная. Станция Нарская, тоже много про нее можно рассказать, но ужатые лимитом времени мы тоже все так вот аккуратно расскажем. Бытует мнение, что станцию должны были назвать сталинской. Очень много версий, мы с коллегами часто эту тему спорим на интернет-площадках и не только. И, в принципе, это не беспочвенно, почему люди пытаются привязать имя вождя к этой станции. Все дело в том, что до 1962 года в архитектурном убранстве станции товарищ Сталин действительно присутствовал, причем в виде гигантской мозаики, в виде гигантского мозаичного панно Сталин за трибуной. Соответственно, это панно размещалось в торце противоположному выходу в город. Пожалуйста, демонстрирую. Благодаря нашим замечательным туристам из капиталистических стран, которые обладали возможностью снять это на цифровые, виноват, на цветные фотопленки, мы имеем возможность полюбоваться этим изображением. Также можно обратить внимание, что центральный зал Нарской был при пуске длиннее, чем сейчас, метров на 15. Он уходил глубже. Сейчас крайний проем зашит вровень стеной, крайние проемы боковых туннелей, стена и две двери. Одна из них это пункт помещения для машинистов. Бытует мнение, что мозаика якобы существует, сохранена. Всего и делов просто отколупать стенку, убрать какую-то там загородку. Другие источники говорят, нет, нет, ее сохранили, ее просто в мешочке складировали, разобрали и в мешки, в строительные мешки сложили, где-то она в недрах метро ожидает своего часа. Даже если это было бы и так, на самом деле нет, достаточно ответственно могу это подтвердить, версию, мозаика не сохранилась, ее в вещественном виде нет, остались только небольшие фрагменты, и они в музее метро сохраняются, их можно посмотреть. Да даже если бы она сохранилась в мешках из-под сахара, из-под картошки, да в чем угодно. Друзья, стоит буквально коротко сказать, как мозаики подобного рода собираются на станциях метро. Тот свет яркий, который мы видим как пассажиры, его включают за несколько дней, недель до пуска. И представьте эту колоссальную работу, кто будет выполнять на весу вертикальной плоскости в темноте, при 40-ваттных лампочках, висящих на сомнительных проводах, естественно, никто этого делать не будет. Все мозаики собирались в мастерских с нормальным светом в виде квадратных картин, в виде квадратных фрагментов, которые привозились уже перед пуском на стройплощадку, на цементный раствор присоединялись к сетке и затем уже в последний момент эти швы уже заделывались с мальтой. Поэтому, если мозаика находится в мешке, то это уже мусор. Никто не будет ее в каждом фрагменте, который наши замечательные мозаичисты месяцами собирали, никто не будет этот пазл выковыривать из бетона. Проще создать новую. Это действительно так. Так что, мозаики нет, она была, и возможно, поэтому станцию хотят все время назвать Сталинской. Нет, ни в одном чертеже вы этого не найдете, ни в одном документе. Сталинской она никогда не должна была быть. Следующая станция. А для того, чтобы дополнительные служебные помещения дать для машинистов, если не ошибаюсь, вот у меня тут есть коллеги из метрополитена, то ли фельдшерский пункт, то ли ПРМО там есть, я могу ошибаться, но там одно помещение для машинистов, второе, вот, по-моему, для медицинских служб, если не ошибаюсь. Ну, в любом случае, если кто знает точнее, можете меня подправить. И это, кстати, не только на Нарвской было. Такая же участь постигла станцию метро, технологический институт, где также был зал укорочен серьезно. Василия Островская, далеко ходить не нужно. Все же мы знаем, вот это 24-23-я дверь, особенно люди, которые забывают, ух, в давке, двери открываются, а там стена. Как хочешь, так и выходи. Вот тот же пример. Кстати, я пользуюсь случаем, хочу всех порадовать, эту перегородку в этом году уберут, опять сдвинут к началу. Эти двери вновь откроют в этом году. Спустя, получается, почти, ну, впервые за 40 лет. Станция Балтийская, родственница, в принципе, станции Кировский завод, но с определенным исключением. Здесь колонны стальные, низ у этой станции, это гигантская, толстенная, железобетонная плита. То есть, никаких служебных помещений, которые есть практически на всех глубоких станциях, здесь нет. То есть, если мы могли бы похулиганить и отбойным молотком разломать эту плиту, там будет глина. Чего, в принципе, больше нигде в метро не найдешь. Ну, разве что здесь, на Балтийской, да на соседней Техноложке. Про станцию можно сказать, что изначально предусматривался выход в сторону Варшавского вокзала. Это было предусмотрено проектом, и примечательно, что сейчас уже и вокзала-то нет, к сожалению, и пути нет, и музея нет, железнодорожного в том месте. От идеи выхода номер два не отказывается, и, пожалуй, сейчас он будет достаточно востребован через пяток-десять лет в связи с тем, что строится гигантский квартал, жилой квартал Галактика, если не ошибаюсь, называется. Там уже вовсю строятся дома, поэтому второй выход там вполне будет необходим. И более того, не то что необходим, проект этого выхода уже разработан. Проект уже есть, этого выхода, то есть осталось найти средство, чтобы его построить. К слову, выход мозаику перенесут, соответственно, сдвинут в какую-то сторону. С этим проблем, я думаю, не будет. Ее не выбросят, это точно, никто не разрешит. Что касается еще Балтийской, можно сказать, что это единственная станция, где на путевой стене применена нестандартная дверь. Путевая дверь. Многие из нас в детстве думали, что там склад продуктов находится за этими дверьми. Я в том числе так верил, мне так отец говорил, там склад продуктов за этой дверью. Так вот, это единственная станция, где якорь изображен. На всех остальных станциях уже типовые были рисунки с цветочками. Ну вот, пожалуй, и все. Можно рассказать очень многое, но мы ужаты. Поэтому перейдем к технологике, тоже очень интересная станция, колонная станция, которая была укорочена. Имя Сталина также фигурирует на этой платформе. Дело в том, что здесь находятся медальоны с изображением видных деятелей науки и техники, химики, биологи и так далее и тому подобное. Среди них был товарищ Сталин, Энгельс, соответственно, был... А, сейчас, прошу прощения. Фаворский и Крылов. Четыре человека, которые вынужденно покинули этот стройный ряд и если товарищ Сталин и Энгельс, то по вполне политическим причинам, в принципе, они совершенно не мешали строительству перехода на станцию Технический институт-2. Они были именно в том месте, где сейчас... Вот представьте, что мы с вами на первой станции находимся. За спиной нас туннель, платформа в сторону Балтийской. Перед нами лестница переход на вторую станцию, более позднюю, маленькую станцию. И вот как раз товарищ Сталин сел справа. Его демонтируют, там сейчас гроздь видеокамер находится. То есть, наверное, чувствовали, наверное, тогда, да, в 60-е годы, что видеокамеры будут ставить, поэтому сняли. Я шучу, конечно. Чем еще интересна станция Технический институт? Конечно же, не только этим, а вот этим. Своей необычайной конструкцией, которая позволила впервые во всем мире показать, как сделать наиболее удачную гениальную пересадку. Так называемый кроссплатформенный пересадочный узел. Вот схема из одного из учебников. Здесь показано... Мне даже нравится смотреть подписи. Смотрите, к станции Парк Победы. Значит, станция была конечная на тот момент. Станция Дачная, о ней мы сегодня поговорим. Петроградская и площадь Ленина. Пожалуйста, видите, вот она история в схемах из учебников. Как посчитали проектировщики, и вы со мной согласитесь, и с ними согласитесь, каков процент тех, кто поедет с юга на юг или с севера на север? Наверное, не такой большой, как, например, с юга на север и с севера на юг. Для того, чтобы поехать с проспекта Ветеранов до Купчино, скорее всего, человек воспользуется наземным транспортом. Логично, да, это будет быстрее. Ну, или, например, какой смысл ехать с Петроградской на Гражданский проспект через Техноложку. Так можно сделать, да, но это не будет быстрее, не факт. Таким образом, получается, что люди, которым необходимо только пересечь платформу, то есть, с севера пересесть на юг, их будет процентов 70-80. И применив банальное наблюдение нас как пассажиров, мы в этом убеждаемся на платформе Техноложки. Люди, которые переходят по переходу, их меньше. Обычно поезд приходит, и ты думаешь, быстрее бы двери закрыли, чтобы соседнего поезда через дорогу люди не успели забежать. Это же всем знакомое дело. Так что, кроссплатформу впервые сделали «Инградцы». И настолько удачно это получилось, что такое решение перекочевало в метрополитены других городов, в том числе Советского Союза. Такие станции сейчас можно в нормальном количестве увидеть в Москве. Тоже, например, Китай-город, Третьяковская, Кунцевская, в принципе, тоже кроссплатформенная с натяжкой, ну там три пути, тоже кроссплатформа, Парк Победы, в будущем Строгино, что ли, какие-то еще станции. Шесть станций, да, совершенно верно. Кроссплатформенный узел, идея которого именно была подчеркнута из Ленинграда. Сейчас мы с вами посмотрим, как можно было это сделать еще по-другому. Тоже уникальное решение было предусмотрено в конце сороковых годов именно применительно к технологике. Посмотрите, пожалуйста. И проблема здесь даже для специалиста является, как это терминологически назвать, это существо. Какая же это станция, колонная или пилонная? Вроде бы все признаки колонной станции присутствуют. Вот они, колонны по центру, но в то же время мы видим и кусочки пилонной станции. То есть, если бы это построили, это действительно была бы уникальная конструкция, не имеющая аналогов. Ничего подобного, ни до, ни после, никто никогда не строил в нашей стране, по крайней мере. Сколько я знаю, в мире ничего подобного нет. Почему это не построили в 1955 году? Ну, элементарно. Тут, по сути, не две станции, а трудозатраты и затрат материалов, наверное, ну, две это минимум, с учетом усложнения производства работ, как две с половиной, три станции по сложности. Причем, если бы и строить это, то надо было быть уверенным, что вторая линия появится вот-вот через год, через два. Все деньги умели считать, экономика должна быть экономной. Поэтому решили от такого амбициозного проекта отказаться. В итоге получилось две параллельные станции на одном уровне. Пушкинская. Первая станция в мире с подземным памятником. Или так, первый подземный памятник в мире. До этого никто не догадывался под землю поставить человека в каменном исполнении. Здесь мы видим Александра Сергеевича Пушкина, нашего все, нашего величайшего поэта, которому решили посвятить станцию. Кстати, примечательно, что в ранних проектах об этом даже и слова нет. Станцию предполагалось назвать Витебская, Витебский вокзал, в честь вокзала, который находится наверху. Но уже после войны решили посвятить Александру Сергеевичу Пушкину, который все-таки отношение имеет. Такое косвенное. Вокзал, как назывался, Царскосельский раньше, до того, как он стал Витебским. Ну а в Царском селе, как известно, великий поэт, там прошла его юность. Это работа Михаила Никушина. Эта станция была введена позднее, не в 1955 году, а в апреле 1956 года. Тоже много разных баек, таких даже, что и даже рассказывают, наверное, не стоят на большую аудиторию. Но скажу самую распространенную версию, которой я стараюсь придерживаться. Это техническая сложность при строительстве наклонного хода, то бишь эскалатора, эскалаторный туннель. Как известно, это самая сложная, самая дорогостоящая часть любого метрополитена, если он проходит на глубине. В нашем случае, если даже открыть сметы, мы можем с вами убедиться, что наклонный ход – это, как правило, треть-четверть стоимости всего комплекса метрополитена. Треть-четверть станции – это очень дорого. Стоимость конструкции, только одной конструкции, слушайтесь, может достигать миллиарда рублей сейчас. Только туннель построить под углом 30 градусов. Так вот, чтобы построить его раньше, в 40-е годы, в 50-е, до чего уж говорить, сейчас до сих пор так строят и у нас, и в Москве, и в других городах. Заморозка. Только замораживание грунта позволяет вот в таких болотах, в которых наш город находится, можно построить. Что произошло на Пушкинской? Плохо проморозили грунт, в итоге прорвалась вода и затопило. Все, что нажито не по сильным трудам, опять же, только здесь уже волей стихии и под корешок, что называется, все водой затопло. Вот эта причина повлияла на то, что Пушкинскую вели позднее. Очевидцы вспоминают, что в станцию приезжали, свет был погашен по большей части, горело аварийное освещение, тусклое-тусклое освещение, всем хотелось поскорее попасть, информации было мало, что же там за станции. Люди припадали к окнам и смотрели, что же там такое, пытались разглядеть. Кто-то рассказывает про иней на пилонах, которые на проемах, которые ближе к выходу в город. Ну, тут такой, это, возможно, и байка, потому что даже если домораживали потом этот эскалатор, никто не будет бурить на глубину 50 метров, чтобы промораживать глину кембрийскую. Это бессмысленно. Так что это, наверное, перепишем это к особо впечатлительным эмоциональным пассажирам метрополитена. Такая история. Станция практически никак не менялась. В 2000-е годы в начале был произведен капремонт путевых стен, был кафель, стал кафель. Ну, а капитальные изменения это реконструкция в связи с соединением с пятой линией. Станция Зенегородская, открытая в 2008 году, 22 декабря, изменила облик, по крайней мере, по второму пути в сторону юга. Станция утратила свой перспективный вид. Ну, куда деваться? Это единственный, и самый простой вариант сделать пересадку в нашем городе. Владимирская станция, которой не должно было быть, и, как я люблю говорить, посмотрите, пожалуйста, на выход в город. На всех станциях, что называется, практически на всех. Все люди как люди, выходы прямо в торец, а здесь лестница, поворот, еще лестница, коридор куда-то, и сама по себе длинная станция, не длинная станция, иногда даже думаешь, сейчас пик, выходишь с хвоста со стороны ветеранов и думаешь, быстрее бы уйти, пока следующий поезд не пришел, чтобы тебя это не подперла толпа. Коротенький зал очень, экономили средства, делали его поменьше, и первоначально проемов было всего пять. Представьте, какой ужас был, если бы не удлинили в 80-х годах, не добавили еще по четыре проема. Два проема, соответственно, ближе к выходу и два проема к торцу. Дело в том, что было всего пять выходов, и два из них к 91-му году заняли под переход на Достоевскую. Осталось бы три. Представьте, восьмивагонная станция и три коридорчика. Все, это, конечно, было бы смертвоубийство, если бы дополнительно не пробили бы проемчики. Вот. По поводу станции особо добавить, пожалуй, нечего из дозволенного, поэтому мы переходим к следующей. Станции, это площадь Восстания. Конечная станция, в первую очередь, метро считается тоже достаточно красивой. Станция, которая была тупиковой, но недолго, буквально три года до введения в строй площади Ленина. Также сильно пострадал ее архитектурный облик из-за того, что в 67-м году пристраивали пересадку на Маяковскую, причем сделали это так достаточно грубовато. Мы это можем наблюдать в боковых тоннелях. Видели вот эти арки, массивные, железобетонные арки. Как меня буквально сегодня утром на работе коллега спросила, что она была на станции площадь Восстания, стояло два поезда с открытыми дверьми, и она вдруг услышала стук колес. Наверное, какие-то секретные линии метро, она у меня спросила. Говорит, да нет, все просто. Линия номер три проходит буквально в пятью метрах над вами. Как раз вот эти монолитные железобетонные обоймы, это усиление, которые сделаны были в 60-х годах для того, чтобы поддержать конструкцию старой станции и 55-го года, и сверху безопасно проходили два пути новой третьей линии на тот момент. Так что перспектива утратилась. Изначально выход-то у станции был тоже один, мы об этом даже не задумываемся. Мы пользуемся метрополитеном и представляем его таким, какой он есть сейчас. До 61-го года выход был один. Как мы говорим, шайба, круглый вестибюль, круглый вестибюль со шпилем, он был единственный. Второй вестибюль, выход на Московский вокзал, открылся только в 61-м году. До этого была стенка, был небольшой постамент, бюст Владимира Ильича Ленина присутствовал. Борельеф. Да, бюст у нас на Кировском заводе, совершенно верно, который в скором времени у нас это, мы ему пока скажем. Но об этом после, если успею. Борельеф Ленина был демонтирован и построен вот этот выход в город. Мы переходим далее к самым интересным станциям, интересным объектам. Коротко по линиям, когда они вводились. Линия номер один, с 55-го по 78-й год. Сказать, что линия завершена, к сожалению, не получается. Завершена она только на севере, в районе Комсомольской, в районе станции Девяткина. Там уже станция наземная, Девяткина, значит, дальше развития метрополитена не будет. Даже не думайте, даже не фантазируйте. Это уже все. Единственный пример, наверное, за всю историю человечества станции метро Выхина в Москве. Но там благоволила и геология, и, соответственно, градостроительная ситуация. Ну и потребность огромная. У нас пока такой потребности, хотя, как сказать, домов там много строится. В общем, пока что даже в ближайшие лет 50 можно не мечтать, за Девяткина продления не будет. Это сложно. Но на юге это продление не то, что не будет, оно нужно. Нужно прямо сейчас. Люди его 40 лет многие ждут с того момента, как стали активны. Какой 40? Еще даже более. Это 40 лет назад ветеранов открыли, метро еще раньше было нужно. Но я, если опять же время останется, обрадую вас в конце. В принципе, в том направлении мысли уже идут по ветеранам. Московская-Петроградская линия. Вот это, пожалуй, единственная линия нашего метрополитена, которая полностью закончена. Парнас и Купчино. Это наземные станции, как я говорил, когда играем в домино, закрываем домино, все, дальше уже линию не протянуть. Что касается Купчино, там линия выходит на поверхность, электродепо Московская, уже давно пробит Витебский проспект, большое количество сооружений. построить технически в продолжении можно, но там большое количество парковых путей, кривые сверх малого радиуса, где вагоны метро следуют со скоростями не более 10-15 километров в час. Мы понимаем, что метро – это скоростной транспорт, в первую очередь, скорости должны быть большими, так что можно, но избавимся от депо. Тогда, конечно, можем и дальше продлить Шушары, метрополитен, но пока об этом даже не приходится рассуждать. Выборгское депо, станция метро Парнас, там еще хуже ситуация. Вокруг сплошные дома, само по себе конфигурация путей парковых, электродепо Выборгское очень неудачное, поэтому там, скорее всего, тоже продлить никогда не получится линию, так что вот пример готовой завершенной линии. Это самая длинная линия, протяженная линия нашего города сейчас. Третья линия, введенная в 67-м году, первый кусок, в прошлом году юбилей, был 50 станций, была выпущена серия жетонов к этому событию от площади Александра Невского, до Василия Островской. Линия, которая строилась не то чтобы наспех, но ее руководители города на тот момент хотели очень быстрее получить. Много станций было пропущено, действительно. Вы наверняка знаете и замечали, что поезд следует там очень быстро и перегоны очень долгие. Там успеешь выспаться на этой линии, редко останавливается. То есть путь от Рыбацкого до площади Восстания сколько занимает, Даниил Андреевич? Минут 19-20, да? 23-22 минуты, это очень быстро. По сути, где находится Рыбацкая относительно всех остальных южных станций метро и где площадь Восстания. От ветеранов до Восстания вы дольше будете ехать. Таким образом, линию развивали, растягивали как можно быстрее. Нужно было дать метро на Ваську, на Васильевский остров и связать его с рабочими районами, с районами предприятий на Невской стороне. Пропущено как минимум четыре станции. Мы с коллегами спорим сколько, шесть, восемь, хотелось бы больше, но можно с определенной долей уверенности называть четыре станции. Это станция Литейный проспект, соответственно, в районе Литейного. Это станция между Елизаровской и площадью Александра и Невского, Глухоозерской, где Финляндский и ЖД-Мост. Да и сейчас, кстати, она, наверное, не особо-то и нужна. Вот. Ну, а две остальные станции, вы согласитесь, наверное, нужны чуть более, чем полностью. Это станция метро Адмиралтейская. Вы скажете, она же у нас есть. Как бы не так. Она у нас есть, но не на той линии, где должна была быть изначально. Ну и, наконец, станция номер четыре это университет, Стрелка Васильевского острова. Ну, нужна же станция, согласитесь, очень нужна. И более того, на третьей линии даже здесь задел. Вот. Что касается Адмиралтейской, вот он прям очевиден, как человек, который прошел по этому туннелю и видел своими глазами. Представьте, линия метро, она же петляет. Это только у нас выглядит, как рощер прямых линий, да, соответственно. Опа, прямая, 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 да. На самом-то деле, метрополитен дело серьезное и обстоятельное, очень сильно зависит от геологии, поэтому туннели метро поворачивают как только могут. И вот представьте, когда идешь от Васильостровской, туннели имеют различные кривые, спуски, подъемы и в одном месте, опа, резко ровненький участок, буквально 200 метров. И соседний туннель смотришь точно так же. И потом опять пошли кривые подъемы и горки. Место оставлено, пропучено, так что, надеюсь, мы когда-нибудь этого светлого момента дождемся. Станция очень нужна. Почему? Потому что нет пересадки между пятой линией и третьей. Кто едет с Комендантского проспекта на Васильевский остров, тот знает, две пересадки надо делать. Почему сейчас это не сделать? Это очень дорого. Надо такую шалость применить, выключить третью линию лет на шесть, то и на восемь северней гостиночки. Такую небольшую шалость нужно сделать, тогда можно ее построить. Есть два примера, когда делали, встраивали станции на действующие перегоны. Это в Москве станция Тверская, Горьковская и в Киеве, соответственно, театральная. Ее встроились на действующем перегоне. Я знаю, как она строилась, обходные туннели были построены, она была построена в стороне, к ней подвели туннели. Смысл в том, что раньше ее не было, ее включили в состав действующей линии. А именно Горьковскую, Тверскую, да, соответственно, в Москве в 79-м году вы завели именно в таком варианте. Представьте, с метро в один прекрасный день в окне, видите, станция появилась. Интернета же тогда не было. Вот примерно. Там была возможность техническая, у нас такой возможности, скорее всего, не будет без закрытия. Адмиралтейская. Технические данные. 67 станций, 5 линий, 73 вестибюля. Не все станции у нас с одним вестибюлем. Площадь Ленина, Московская. Скоро добавится проспект Славы с двумя вестибюлями. Протяженность 113 километров в этом году. Также эту цифру увеличим. Это очень хорошо. Минимальный размер движения. Максимальный, прошу прощения, число пар в час. 35. Ну, то есть, грубо говоря, это 70 составов можно в час по всей станции пропустить. Достаточно хороший показатель. В Москве больше эта цифра, но оно понятно. Там и в 3 раза больше станции, и пассажиров. В 3-4 раза больше там это нужно. И там метрополитен можно было бы закрыть, если были бы такие парности на некоторых линиях. Соответственно, минимальный интервал движения, чуть меньше двух минут на Московско-Петроградской линии и так далее и тому подобное. Особенности. Тоже пройдемся. Хочется очень многое рассказать, но будем так емко. Адмиралтейское сказано было, что она должна была появиться в 1967 году. Не получилось. Надо было сносить здание и не одно, а целых четыре. Поэтому эту идею временно отложили, оставили подарок внукам в виде или правнукам в виде двух туннелей. Пожалуйста, сами кое-нибудь достроите. Соответственно, достроили, но уже на другой линии, на пятой. Тоже не без проблем. Станция Призрак, при том, что должна была открыться еще была даже по постсоветским уже канонам в 1997 году, не получилось. Открыли только 30 декабря 2011 года. Самая глубокая станция России, третья по глубине в мире, 86 метров от поверхности Земли. Почему глубокая? Потому что рядом Нева, надо было заглубляться, никому не нужны были проблемы, как между Невским и Горьковской, чтобы плывуны устранять. Ну и также уже по соседству туннели третьей линии, которые давно ждут своего часа в виде второй станции, поэтому пришлось их более-менее вровень выстраивать, эти станционные комплексы. Не без проблем было, но наконец-то ее построили. Там целая история, но скажу так, здесь применили уникальный туннелепроходческий комплекс, закупленный в Германии специально для этой станции. Но поскольку очень был большой риск использовать такие устройства в центре города, где каждое здание это памятник архитектуры, поэтому решили, как помните в операции, вот тренируйся на кошках сперва. И в качестве кошки выступила станция метрообводный канал, хорошо вам известная, открытая в декабре 2010 года, вот там, как подопытный кролик, это на этой станции использовали немецкую машину, когда поняли, что ого, вот эта вещь. правда дороговато, маленькая, но эта игра стоит свеч. Ну, представьте, обычный эскалаторный туннель строится 14, от 12 до 14 месяцев, больше года, а тут машина проходит за полтора-два месяца, причем без всякой заморозки. В общем, применение немецкого устройства позволило обойти сносом не четырех домов, а всего лишь одного, дом номер один по кирпичному переулку. Станция закрытого типа. Уникальная вещь. Мы с вами находимся по соседству с самой первой такой станцией, построенной, 61-й год, станции метро Парк Победы. Уникальная вещь. Здесь демонстрируется мой старинный рисунок, которым можно ее разглядеть в подробностях. Здесь, кстати, хорошо виден контактный рельс, где находится, отвечая на вопросы, которые могут последовать, где ток в метро идет. Он идет не по рельсам, как многим из нас в детстве, включая и меня, говорили. Ток идет вот здесь по контактному рельсу и вагон метро, соответственно, снимает напряжение с помощью токоприемной лапки, с помощью токосъемника, который находится по две штуки с каждого борта. Мы с вами посмотрим сейчас уникальное изображение Парк Победы, что называется, в девичестве, как он выглядел до того, как были проведены варварские работы по демонтажу дверей. А что я имею в виду? Присмотритесь, пожалуйста. Двери-то стеклянные. Матовое стекло. Это было красиво, это было здорово. Приводились эти двери в движение с помощью пневматики. Представьте, какой был восторг. Воздух заканчивается, где-то за стенкой начинает врубаться компрессор, нагнетает давление, и потом опять эти двери начинают работать. В общем, не очень надежные были двери, но это можно простить, никто в мире такого не делал. Это же не лифт в квартире, соответственно, в многоквартирных домах. Кстати, именно за счет сходства с лифтами в многоквартирных домах эти станции так и прозвали станции закрытого типа, станции горизонтальный лифт. Похоже. И никто в мире такого не делал. Причем, очень расхожее мнение, что, дескать, эти двери для того, чтобы люди только на путь не падали, только для этого все это и создавалось. Нет. Так как дело было в конце 50-х годов, и уже в ходу было постановление 4 ноября 55-го года о борьбе с архитектурными излишествами, которое предписывало абсолютно все, будь то предприятие, завод, жилой дом, школа и метрополитен и автобусная остановка делать менее помпезным, а просто функциональным. Так появились дома хрущевки в том числе, были высокие красивые дома, появились более простые пятиэтажные здания. На эту тему тоже можно долго рассказывать. Так же и станция Парк Победы. Вот она, подземная хрущевка, отражение реальной жизни на поверхности. Станции были сделаны только для того, чтобы сэкономить советские рубли. Она оказалась в два раза быстрее, ее в два раза быстрее строить и дешевле она в два раза практически. Ну а двери, это побочный эффект. Туннели маленькие, чтобы никто не заглядывал, голову никому, гильотина не отрубала, ну пускай нечего смотреть. Вот вам стеклянные двери. И от них же отказались буквально скоро, потому что это было небезопасно. Не дай бог, кто-то расколет, осколки будут, можно повредиться, да и что там смотреть? На что? На кабель, на провод. Поэтому в скором времени их поменяли. И из проекта Петроградской, который вводили буквально через два года, в 63-м году уже стеклянных дверей не было. Они были только в проектных изображениях. Всего в нашем городе 10 таких конструкций. Последние звезды 72-го года, как только посчитали за 10 лет. Друзья, а сколько же мы потратили денег на эти замечательные станции? Ведь так красиво сказано, экономия денег в два раза дешевле, в два раза быстрее. А в чем дело? Там шестивагонные составы эксплуатируются на этих линиях, где такие станции присутствуют. Соответственно, шесть вагонов, расчетная длина, 24 створки и по другому пути 24 створки. Каждая створка на тот момент приводилась в движение одним двигателем на 380 вольт. 96 двигателей 380 вольтовых с хорошей силой тока. Представьте, что вот это чудо инженерной мысли 400-500 раз в день открывалось и закрывалось. Что это? Это деньги. Понятно, что электроэнергия для таких предприятий чуть более чем бесплатная, но все равно за 10-15 лет это большие деньги. Более того, нужно это обслуживать, ремонтировать. Эти двери будут приходить в негодность и чего уж тут греха таить. Ваш покорный слога тоже имеет опосредительное отношение к этим дверям, вернее к работе. Будучи студентом, мне доводилось побывать наизнанке этих станций, вися как мартышка сзади на этих дугах, производя регламентные работы по ночам. Менял я там скобки и детали различные на этих дверях. Не самая, конечно, сложная работа, но и не самая приятная, конечно. То есть, к чему я подвожу? К тому, что это дополнительные деньги, дополнительный расход. И экономика показала, что все то, что было сэкономлено, опять же, непосильным трудом при стройке, с лихвой перекрыло уже через 15 лет, эксплуатации, все эти деньги были скушены затратами на фонд оплаты труда, на запчасти, на электричество. И в 1972 году сказали, все, долой, не надо такие станции больше строить, звездная стала последней, 1972 год. Что же это такое? Это станция дачная, друзья. Станция легенда, по той причине, что немногие про нее уже сейчас, особенно имею в виду, молодое поколение знает, а те, кто знает, уже подзабывает о том, как она выглядит. Но тем не менее, хочется пару слов посвятить этой интересной, уникальной наземной станции нашего метрополитена, которая действовала всего 11 лет, 1966 по 1977 год. Изначально, уже на уровне разработки проекта, было известно, что эта станция будет временной. Ни о каком постоянном, там, как я говорил, 100 или 500 лет жизни никто и не задумывался. Это было и не нужно. Уже понимали, что за автовой линия пойдет в сторону проспекта Ветеранов и, возможно, далее. Поэтому нужно сделать такое временное решение на пару лет, пока достроим остальные важные участки и вернемся на юг. Вот такая наземная станция, рассчитанная на пять вагонов всего было построено. Рядом две школы, даже три, если посчитать, здания типовые. Представляю, как радовали школьники. Я бы был бы очень рад, если у меня в окошко посмотришь. Вагон типа ЕМ стоит, типа Е оригинальный. Эта станция прорисовала именно до того дня, когда был введен участок станции Миленинский проспект и проспект Ветеранов в 1977 году. Ее закрыли, эту станцию. Какое-то время простоял стеклянный павильон. Буквально через год его заложили. Ну, естественно, кто-то хулиганничал, разбивал окна, кто-то их снимал, заложили фанерой, ну и впоследствии вообще демонтировали полностью стеклянный вестибюль, выходящий на трамвайный проспект. Вот как раз здание школы, о котором я говорю. Что касается платформы, платформа до сих пор сохранилась. Маленький ее фрагмент. Это МРЭО между трамвайным проспектом и автомобильной улицей, как идти в поликлинику метрополитена. Неприметное здание, обшитое белым сайдингом. Это станция метро Дачная. Проблема была, видать, в том, опять же, почему не думали о ее сохранении. Снегоборьба. Хорошо знакомая железнодорожникам. Представьте себе, что будет, если в метрополитене одно дело на железной дороге, другое дело в метро, где парность, где поезда ходят через каждые полторы-две минуты. И при наших снегопадах что может происходить на станции метро? Значит, возможны сбои, значит, браки в работе. И в одном из советских кинофильмах это как раз можно увидеть, как убирает станцию от снега. По-моему, «Цвет белого снега», по-моему, называется кинолента, Ленфильма, в который станция дачная попала. И таких Лен, кстати, очень немало было. Его звали Роберт, «Шаг навстречу», 3-4 картины, где станция дачная очень хорошо попадала в кадр. К сожалению, мы ее тратили, но память жива, мы про нее помним. Площадь мужества, казалось бы, чего это он ее изобразил? Станция как станция, полно таких, тысячи их, да? На самом деле нет, таких станций всего 15, и подобного вида, что называется, есть только у меня, и у Майкла Джексона. Такого плана и станция в Ленинграде, в Петербурге, и одна в Москве. В чем дело? Это станция односводчатая, на большой глубине, у которой верхний свод, потолок, проще говоря, сделан из блоков, из бетонных элементов, разжатых домкратами. И такую смелость смогли только, как любили, как любят патриотически вызывать иногда, только наши советские строители, ну, действительно так, без всяких шуток, это действительно был подвиг метростроителей, на такой большой глубине, в таких глинах, слабых построить такую просторную конструкцию, у которой пролет 12-14 метров. Это действительно было очень страшно. Площадь Мужества построили, филигранно по сантиметру проходя, очень боялись, постоянно геодезисты, сверяли, нет ли ухода боковых стен в стороны, чтобы, не дай бог, свод не провалился. Ну, а построив Мужество и политехническое, в 1975 году поняли, браться, да это же потрясающая станция, надо таких больше строить. И, несмотря на то, что глины-то там в три раза больше вытаскиваешь, станция оказалась по времени возведения такая же, как колонна или пилонная. За счет чего? За счет того, что очень много механизаций можно было применить, экскаваторов, отбойных молотков, различных комбайнов, которые разрабатывали полуавтоматически большую часть выработки. За счет этого, за счет индустриализации эти станции оказались очень замечательны. Но и, с другой стороны, это целое поле для архитекторов открыло. Согласите, эти станции совсем иные, совсем другое впечатление и эмоции вызывают у горожан и жителей города. И в связи с площадью мужества хочется вспомнить, конечно, развитие этой идеи односвода на большой глубине станцию спортивная. Ничего подобного никто в мире никогда не строил и предполагают, что не построят. Это и серия шаттла Бурана, наверное, а также и станция спортивная. Тут можно увидеть человека, который, как любят говорить, неустановленное лицо, отдаленно напоминающее, говоря юридическим лицом вашего покорного слугу, который демонстрирует высоту от лотка до уровня платформы на тех уровнях, где рельсы отсутствуют. Почему так сделано? Почему не уехать? Как гости, которые впервые оказываются на этой станции, подходят и думают, а черт возьми, а как в город-то уехать, в центр? Приехать-приехали, а обратно как? Надо же посмотреть, что там она двухэтажная на самом деле. Так вот, друзья мои, это не что иное, как кольцевая линия метрополитена Санкт-Петербурга. То, что от нее есть и построено в золотые годы метростроение конца 80-х годов. Первый кусок кольца должен был введен к миллениуму на рубеже веков, соответственно, должна была быть открыта первая очередь кольцевой линии метро с пятью станциями. Но не получилось. Но станция есть. Но работает она у нас, получается, что с перевесом на один бачок. Это один из ее главных недостатков. Тем не менее, будем рассчитывать на то, что в скором времени разговоры об этом, слава богу, уйдут, и понимание есть в городе, что кольцо надо строить. Опыт Москвы об этом наглядно показывает. Мало того, что они свое кольцо забабахали в 52-м году, в 54-м году 50, 52-й, 54-й, тремя очередями. И строят сейчас большое кольцо, 69-километровое. Значит, и нам надо тоже. Вполне. И наше кольцо будет больше московского метрокольца, существенно больше. И строить его мы будем долго, но когда его введут, какой главный эффект? Для чего строится кольцо? Для того, чтобы разгрузить центральные пересадочные узлы. Это будет очень ощутимо. Вот рисунок в разрезе, опять же, моего авторства, который показывает, как она будет выглядеть лет через 30 или 40. Или никогда. Да. Обратите внимание, какой она высоты. Вот мое любимое сравнение, которое я люблю использовать, это семиэтажный панельный дом. Тут помещается семиэтажный панельный дом на несколько парадных. Представьте себе масштаб безобразия. Станцию строили 9 лет. Переходим мы к размыву. Тема на самом деле целой лекции. Это действительно так. Мы очень коротко пройдемся по этой теме. Многие считают, что размыв, вот он, 20 лет назад, 95-й год, когда разорвали движение, ввели 80-й маршрут автобуса, на самом деле нет. Аварии было две, как таковые. И самое первое произошло в 1974 году, когда только строили участок между лесной площадь имущества. Тогда сразу замахнулись мощно на пять станций, согласитесь, пять станций, чтобы разом строить, это беспрецедентно. Это уровни очень серьезные. И так строили разве что до этого первую очередь ленинградского метро, 8 станций, да. Ну и впоследствии таких участков, на моей памяти. Ну технология Парк Победы, вот пять станций. Это очень серьезно. Это очень тяжело, очень дорого. Поэтому тут тоже 1975 год, это грандиозная стройка. Прямо до Академки довести от площади Ленина. Город застраивался активно. Поэтому взялись, надо доводить дома. Но оказалось, что участок между лесной мужества пересекает погребенную долину реки Нева. То есть, когда-то давно у реки Нева был еще один рукав, такой мощный, полноводный, который был уничтожен, по крайней мере, сверху, с визуальной частью, товарищем ледником. Прошел такой товарищ бульдозер, камушками все это закатал, нашу Неву матушку обмелил серьезно, уменьшил в глубине, ничего себе уменьшил. Какой же глубиной раньше Нева была? Сейчас в глубоких местах 15-18 метров. Значит, раньше еще глубже, возможно, она была. Так что, есть еще один рукав, который идет через весь город, и именно его пришлось пересечь в самом неблагоприятном месте. Вот как назло, в этом месте, в районе Политехнической улицы, самая большая ширина этой подземной реки, ну это-то ладно, ширина, хорошо, бог-то с ним, и глубина отметки, где безобразие заканчивается, и начинается удобоваримый грунт, 100, 70, 180 метров. На таких глубинах никто не строит метро вообще, это невозможно. Ну, это надо спускаться, было где-нибудь с восстания, начинать выпускаться, в недры земли, пропуская все остальные станции, потому что поднимались бы мы там полчаса, наверное, с этой станции на улицу. Эскалаторы так не поднимают на такие высоты. Так что не вариант был обойти сбоку, слева, справа, там только, единственный вперед, только вперед, вперед из песни. Морозили, плохо заморозили грунт, пошла вода, в строящиеся туннели пришлось топить, закрывать створки, закрывать гермозатвор, затапливать водой, которая поступала обильно из грунта, просадили поверхность на три метра, рухнули опоры контактной сети, то чего опоры рухнули, дома рухнули, разложились, как карточные домики, ряд зданий, поэтому веселье было в кавычках еще то в 74-м году, но в 75-м году, несмотря на это, сдали участок, применив невероятные технологии азотного замораживания, угрохали, как говорят, история, там чуть ли не полугодовой запас Советского Союза по жидкому азоту по северо-западному округу, но тем не менее проблему решили. Заморозили и прошли новые туннели, заморозку сняли, естественно, сразу это вопрос, один из вопросов, сразу отвечаю на него. Морозили только один раз для того, чтобы это построить. И все было, все бы ничего, 20 лет все стояло нормально, но в один прекрасный момент, это началось с 94-го года, все стало ухудшаться, туннели стали заполняться водой, и привело к тому, что к 95-му году возникла потребность закрывать метрополитен. это угрожало разрушению туннеля, повреждению подвижного состава, гибели пассажиров, не дай бог, и провалу дневной поверхности метров на 12, не на 3 метра, как в 74-м, а на 12 метров могло это провалиться. Этого допустить никто не мог, поэтому сперва закрыли верхний туннель. Да, стоит оговориться, что, как я и обещал, не зря же доску поставили, будет обидно. многие друзья, многие из тех, кто сегодня пришел, знают, что я страсть, как обожаю рисовать и пояснять свои рассказы рисунками, и для пущего понимания я вам просто нарисую ситуацию, которая была между станцией Лесная и Площадь Мужества. Наш замечательный город, на фотографическое сходство не претендуя, но чтобы была понятна суть. Допустим, Лесная, допустим, Площадь Мужества. Так вот, грунт, в котором мы строим метро, до него, как правило, до начала этого грунта 30-35 метров в зависимости от района города. Чем южнее, тем лучше. Здесь мы стараемся не строить. Будьте здоровы. Соответственно, что произошло Лесная Мужества? Посмотрите, пожалуйста. Вот такие мы счастливые, веселые строим. Метро, глина, замечательно, сухо, тепло, прекрасно, поем песни. И оказывается, что впереди нас ждет вот такой подарок судьбы. Собственно говоря, что и происходило. И для того, чтобы экономить драгоценную заморозку, туннели разместили, не как мы привыкли с вами представлять, левый и правый, так обычно всегда туннель метро и проходит, а один над другим. Один туннель, верхний, другой нижний. Но оно понятно, экономия должна быть экономной. Мы и так там угрохали полугодовой запас, но еще что ли полугодовой, у нас бы там вся бы рыба разморозилась бы на предприятиях. Поэтому решили сузить зону заморозки и сделали один над другим. Вот таким образом. Два туннеля. Причем расстояние, можете обратить внимание, 6 метров между туннелями. Сами по себе туннели 6-метровые, верхний и нижний. О, нормально, нормально. Но только не мы, я шучу. Что касается опасности туннеля, поясняю. Почему закрывали поэтапно? Что удивительно, хуже всего вел себя туннель в 95-м году верхний. Нижний тек, но умеренно, в рамках дозволено. Это вот здесь уже вода стала закрывать головку рельсов. Представьте себе восторгу машинистов. Едешь ты на составе, и у тебя вот гладь воды поднимается. Кому это понравится? Поэтому, в первую очередь, закрыли туннель вот этот. Массивными стальными дверями. Перекрыли гермозатворами. Ну и не дожидаясь, пока природа внесет свои коррективы в нашу планировку города, принудительно, затопили водой из туннельного водопровода. Причем достаточно быстро, уверенно. Туннель 9 декабря залили водой. Нижний туннель, повторюсь, при этом работал нормально. Буквально через несколько суток стал нижний туннель вести себя очень нехорошо. И возникла опасность, что буквально вот-вот он просядет. Просадки фиксировали в одни из последних дней от сантиметра до трех за сутки. Садился, 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 садился. Превращался в эллипс-туннель. В итоге стало понятно, что произошло. Ну, это очевидно. Смотрите, мы с вами верхний туннель пригрузили водой. Куб воды условно весит одну тонну. Вот представьте, мы с вами вот эту цилиндрическую банку залили водой. Протяженность ее 300-400 метров. Грубо говоря, на погонный метр туннеля мы ее пригрузили 27 тоннами. Умножаем 27 тонн на 400. Вот такой вес стал давить на нижний туннель. Конечно, стал и он трещать по швам. Были попытки до этого прогнать подвижной состав. Представьте, что было бы, если бы большая часть поездов, вагонов осталась бы на севере в Девяткино. Это в один прекрасный момент. В рабочий день люди, которые придут на ветеранов, ждали бы поезд минуты бы 4. Представьте, да? В 8 утра. Какой восторг был бы. Поэтому нужно было вернуть часть вагонов в Север. Но понимая, что опасность огромная присутствует с нижним туннелем, его тоже в скором времени закрыли, затопили водой. Буквально через 9 дней закрывает и нижний туннель, также затапливает. Все, туннели похоронены. После этого была немая пауза. Что делать? Заморозка не работает, ни одна, ни вторая. Надо восстанавливать движение. И на помощь нам пришли только специалисты. Зарубежные специалисты, которые предложили использовать инновационный для нашей страны туннелепроходческий комплекс с активным гидравлическим пригрузом. Что это такое? Простым человеческим языком. Помните сегодня, возвращаясь к Брюнелю, идея щита, некая механическая рама, которая передвигается вперед, и люди стоя на полках, соответственно, на полках разрабатывают глину. Со временем появился, в том числе, первый Ленинградский щит в 49-м году, где сделали попытку механизированного щита. То есть, вот эта оболочка осталась неподвижной, и впереди некий ротор, который вращается, и как сверло, гигантский перфоратор разрабатывает глину. Вполне логично, да? Стоит система домкратов, которая отталкивает нас от уже построенного туннеля, и, соответственно, этот ротор дальше продолжает движение. Так вот, особенность всех щитов, которые применялись в Советском Союзе, была такая, что грунт разрабатывался, измельчался в мелкую фракцию, и всыпался в вагонетки, и выкатывался по рельсам уже до шахты. В шахте лифт, лифт поднимал до улицы, пересыпали в грузовик и увозили на полигон. Все это хорошо, но только когда грунт сухой, относительно сухой, а если у вас пульпа, вода стоит, которая давление от 6 до 9 бар, 6-9 атмосфер, представьте, ну как, можно разрабатывать, если только копнешься, это прорвет как пробку, и всех как медом затопит этой вязкой консистенцией. Поэтому проходить обычными советскими щитами было невозможно, и только зарубежный опыт помог пройти к 2004 году эти два сложных участка. Проще говоря, чтобы не уходить слишком далеко и не терять время драгоценное, щит был наподобие подводной лодки. Он был изолирован, он разрабатывал породу, но доступа к этой породе не было. Создавалось противодавление мощное за счет бентонитовой суспензии, мощного бетонного раствора, который путем компрессоров нагнетался в лоб забоя, и такой гидравлической рукой создавался экран, который отдавливал эту пульпу, вот этот плывун, эту подземную реку. Самое страшное и самое негативное, что могло произойти, это остановка щита. Это не допускалось, вернее, допускалось, но не больше суток-двух. Если щит стоит 5 дней, это можно, можно выпивать, не чокаясь этот щит, потому что он будет похоронен, его можно уже не включать, он не будет работать. Эту проходку уникальную совершили наши замечательные метростроители, благодаря помощи иностранного механизма приобрели бесценный опыт, который пригодился в дальнейшем при строительстве нашего нового метро. Здесь мы видим с вами хронику тех дней, когда закрыто было движение, был введен 80-й маршрут, опять же беспрецедентный пример нашего города. Ни до, ни после ничего подобного не было. Были запущены современные автобусы Икарус-280, новые машины, в количестве 25 машин. Это, по сути, ради плеча 6 километров 25 автобусов. Кто помнит, они ходили как метро, друг за дружкой, по двое, по трое, лишь бы только справлялся, лишь бы только организовывалось бы движение кольцевое. Непростое время было. Да, про размыв, конечно, говорю, говорить можно очень долго, но ввиду того, что времени у нас остается очень немного, и хочется ответить, в том числе на ваши вопросы, я буду тоже плавно переходить дальше, перспектива, то, что интересует всех, всегда и каждого. Всем интересно, а где же, а вот мы видим на схеме, а вот говорят в новостях, постоянно стройки демонстрируются. Я вам расскажу то, что есть на самом деле. Конечно, хочется видеть в метро в Сосновой поляне, на Ржевке, на Пискаревке, да много где, где оно действительно нужно, вот здесь и сейчас. Но мы будем говорить о том, что реально строится прямо сейчас, в эту секунду, нашими метростроителями, те участки, на которые уже есть рабочая документация, и уже понятны сроки, в которые это нужно сдавать. Перед вами схема, которая, по сути, должна была бы висеть в метро. По правде говоря, она для этого и разрабатывалась, но была отвергнута местными художниками, поэтому осталась в виде вот такой картинки. Она похожа, конечно, но это вот оригинальное изображение. Здесь мы видим с вами показаны три станции Фрудинско-Приморской линии, линия номер 5, проспект Славы-Дунайской, Шушары, шестая линия метро, тогда еще, когда рисовалась эта картинка, ее видели в салатовом цвете, сейчас она уже утверждена как линия коричневого цвета. Далее, участок многострадальный, Новокрестовская беговая, чемпионата мира по футболу, куда брошены все основные силы, ну и, наконец, участок до Горного института Большой проспект. Важная очень станция, необходимая, наконец-то мы получим вторую станцию на Васильевском острове, не третью, потому что Приморская находится не на Васильевском острове. Как мы вспоминаем, помните, старые проекты именно туда и стремились направить еще в 30-е годы одни из первых вариантов третьей линии метро. Вот, наконец-то, спустя 100 лет, 120 лет метро туда приходит. Вот здесь представлены все станции, их всего 9. То есть, на данный момент, друзья, строится 9 станций метрополитена. Это ответ на вопрос, ответ скептикам, вот, детская часть, плохо, застой, ничего не строится. Нет, сейчас строится очень здорово и очень классно. Наверное, так никогда не строили за последние лет 25 после развала Советского Союза. Сразу 9 станций на 4 линиях, это очень сильно, это очень здорово. Поэтому пожелаем нашим метростроителям силы и воли, чтобы у них все получилось, они смогли достроить, несмотря на все сложности, которые их окружают. Перейдем далее. Посмотрим на двухпутный туннель, то, что вы увидите, вот уже скоро увидите, буквально через 2-3 месяца. Новшества, которого нет, в принципе, ни в одном из советских метрополитенов, но не считая Москву, где первые участки метрополитена были построены, в двухпутном туннеле, но там немножко другой был принцип возведения, чтобы вот в таком сборном варианте, чтобы был туннель, построенный щитовым комплексом, в том числе на больших глубинах, такого никто еще, в странах, в России, никто такого не делал, в Софии делали, такого плана, туннели двухпутные. И в Праге, насколько я помню, двухпутные участки тоже присутствуют, в Чешской метрополитене. Строится, но не вводится, не раньше нас, впервые появится у нас. Смотрим далее, и мы видим с вами новокрестовское, явление новокрестовской народу. Поблагодарим наших замечательных метростроителей, которые всеми правдами и неправдами освещают строительство важной станции в социальных сетях и так далее. На что хочу обратить внимание, это траволатор, они нам понравились, после спортивной, их теперь будет много и почти везде, на спортивной уже оценили, наверное, многие из вас, уникальная станция, не только еще двухэтажная, двухъярусная для кольцевой линии, так еще и выход есть на набережную Макарова на другого острова. То есть, по сути, сделали дублер Тучкового моста подземным мостом с траволаторами. Вот здесь траволаторы, кстати, отечественного производства, компания Метрострой, СМУ-9 освоила собственные машины, молодцы, здорово, достаточно в короткие сроки. И аналогично, поскольку именно СМУ-9 долгое время и занималась монтажом эскалаторов, там, 70 лет, кому как не им знать, как такие устройства монтировать. Вот, пожалуйста, платформа. Что вас удивит, возможно, на новой станции, то, чего вы раньше никогда не видели. Дело в том, что у станции очень непривычная планировка, не свойственная всем остальным 67 станциям метрополитена. Ух, как интересно тут сделано. Наверное, лист, который я хочу изобразить, это я зря сделал. А, точно. Надо снизу его освободить, соответственно, и перемотать. Прекрасно. Не достанется вам, Михаил. По фотографии это не очень понятно, но я постараюсь изобразить более очевидным образом то, чего мы с вами не видели, но увидим скоро и, возможно, будущие станции будут выглядеть именно так. Обычно, как мы себе станцию метро представляем? Два по бокам туннеля и островная платформа. Здесь будет наоборот. Вспоминаем наши четыре наземные Купчино, Парнас, Девяткино, Рыбацкое. Соответственно, пути будут посередине. Из-за чего? Потому что двухпутный туннель будет применен. Поезда будут располагаться вот таким образом. Так уж и быть, нарисую вагон типа ЕМ. Это пускай будет пришелец так называемый. Вот таким образом будут выглядеть эти платформы. Смотрите, поезд раз, поезд два, стенка, колонна, перекрытие. Технический этаж предусмотрен для размещения, например, той же самой подстанции метрополитена, совмещенной, тягово-понедительной. Ну и кассы, кассовый зал. Вот так будут выглядеть новые станции петербургского метро. Их будет немало. Сейчас строятся три такие станции и все три будут введены в этом году. Вот так это будет выглядеть. Боковые платформы. Сразу опять же, отвечая на вопрос, надо ли платить, если случайно проехал свою установку? Не надо. Планировка рачинна таким образом, что поднимаясь благодаря эскалатору в кассовый зал, у вас будет возможность перейти пешочком к следующему эскалатору и спуститься на нужную платформу. Это будет и на Новокрестовской, и на Беговой, она же улица Савушкина, и, соответственно, на станции метро Дунайская. Вот такие три станции, вводимые в этом году. Так они будут выглядеть и так они нас удивят. Сейчас мы перелистнем слайд, следующий посмотрим. Я вас познакомлю со станцией метро Проспект Славы. Тоже вводится в этом году, пилонник, такая же, как Волковская, Бухарестская, обводный канал, Спасская. Снимок старый достаточно, он дает представление. Сейчас там готовность очень хорошая. Это вот из того, что строится, будет вводиться в ближайшее время единственная станция глубокого возложения, глубина более 50 метров. Два выхода, в районе, вот где парк интернационалистов, соответственно, угол Бухарестской улицы и Проспекта Славы. И второй выход, это Альпийский переулок, Южное шоссе. В том районе будет второй вестибюль построен. Это очень здорово. Станция Дунайская, посмотрите, как она выглядит. Тоже боковые платформы. Вот платформа раз, здесь будет находиться путь один, путь два и платформа за стенкой. Тоже можно ее видеть. Отделка предусмотрена голубого цвета, имитирующая воды Дуная. Примечательно то, что в стенке здесь это не очень заметно, предусмотрены восьмигранные проемы для монтажа художественных стеклянных паннос с изображением городов, которые находятся на берегах этой реки. Это станция метро Шушары, она же Южная проекта. Наземная станция, копия Парнаса, копия Пейст, контр-Ц, контр-В. Вот специально для сегодняшней именно лекции я подготовил вот эту картинку. Друзья, тот человек, который придумал назвать так станцию, он заслуживает аплодисментов и не только, и очень громких слов, поскольку много людей, надеюсь, что вот, я уверен, не надеюсь, что некоторые из вас вот сейчас впервые об этом подарке судьбы узнали, а многие люди, которые покупали недвижимость, были уверены, у нас же скоро метро открывается, я слышал, в газете написали. Так вот, друзья, 4 километра по доступным улицам. Ну, конечно, если на дроне лететь, на вертолете, чуть поближе расстояние будет, вот, но вот для понимания. Купчино ближе. Зачем эта станция? Хороший вопрос. Друзья, вспоминаем, Софийскую улицу продлили, кто у нас живет, какой замечательный город у нас находит, Колпино, соответственно, подводим туда скоростной трамвай, который к 22 году хотят сделать, и у нас колпинцы, наконец-то, получают, ну, относительно хороший способ добраться на работу и домой проехать, чтобы не загружать ни Купчино, ни Звездно, ни Рыбацкое, так обосновывают, по крайней мере. Ну, Колпинское, кстати, хорошее название, или еще я предлагаю, Дайота Моторс, прекрасные названия, в Москве такие названия есть, и не будем никого вводить в заблуждение. Но, тем не менее, что сделано, то сделано. Вас еще удивительна станция витражами стеклянными, потрясающими на тему транспорта, то есть на станции, где никаких железных дорог нет, ну, вернее, есть, но для нее чапать и чапать, там пассажирского движения нет, там будут стеклянные витражи с изображением электропоезда, в типичных корпоративных РЖД рисунках, да, красная, серо-красная, да, серо-красная, гоночная машина, два болида, Формула-1, ну, действительно, там, наверное, ездят, гоночная трасса, вот, ну, в общем, потрясающая будет станция, не буду тратить время. Дальше расскажу. Театральный горный институт, сказано, можете посмотреть, где будут вестибюли, соответственно, Мариинка, вот, ближе некуда, ближе только прям в сцену выборить, эскалаторы, наверное, поэтому, вот, такое решение применили, но, к сожалению, ее откроют не скоро, то есть, в 19-м году вводят участок Догорного, она открывается, станция угол Косурии небольшого, у площади Собчака, как ее называют сейчас, соответственно, станция будет на проход, это станция призрак, типа Адмиралтейская, как раньше была, или обводный канал, ну, не могут, не шмоглая, не успели сделать там проект, ряд определенных там проблем было, поэтому она будет на проход, город постарается максимально убыстрить это, но, к сожалению, скорее всего, пока что ее один, дом быта не издается, это крепость. В районе Амбийского проспекта не рассматривался вариант станции? Шестая линия, тоже, чтобы было понятно, развенчаем мифы, то, что будет открываться не шесть станций, что в метро нарисованы, а две, 22-й год, июнь, лето, юго-западная Путиловская, пересадка на Кировский, вот такая недолиния, такой аппендикс, извините за грубое слово, но, многие спорят, утверждают, что это абсолютно ненужная трата денег, бессмысленная. Позвольте мне не согласиться, поскольку, ну, хорошо знаю этот район, и скажу так, что здесь задача привязаться, узелок, нитку завязать с действующей сетью метрополитены, и дальше можно развивать и на север, и на юг. К сожалению, развивать будут затем не на юг, где нужно, а на север, но буквально на неделе прошел документ, проект планировки территории в сторону Сосновой поляны. То есть сейчас, в соответствии с новым планом, от юго-западной будет еще четыре станции метро. Брестский бульвар, следующая станция проспект Героев, третья станция Балтийская жемчужина перекресток Петерговского и Горькова, и четвертая станция с выходом к ЖД-платформе Сосновой поляны. Это текущий документ, который будет сейчас разрабатываться. Когда это построят, вопрос прекрасный, это, наверное, для юмористической передачи больше он подходит, поэтому я цифр называть не буду, но, по крайней мере, так сейчас думаю. В завершение плана... Это, говорится, вот уберем, там уже и будем решать. Его сдвинут, он просто переедет метров на 20, он не в боку бы так же в торце, просто нужно будет эскалатор опустить, там будет эскалаторный переход. Кстати, единственная пересадка, где будет два эскалатора, не один, как между Достоевской и Владимирской, или Лавры, один Лавра-два, будет два эскалатора на пересадке. Вот эта схема 17-го года, современная, на которую можно опираться, куда пойдет метро. Вот, можете убедиться, я вас не обманываю, вот, все четыре названные станции буквально на днях стартовал проект. Наконец-то одумались о том, что метро, наверное, не надо с ветеранов везти в Пулково. Не самая хорошая идея. Метро в полях, да, там, авиагородок, чтобы садоводы могли картошку возить на метро, и мы пока еще до этого не созрели. Поэтому все-таки пока рисуют пунктиром и логично предполагают везти по гениальному генплану 90-го года Ленинграда, по комплексной транспортной схеме. Что мы здесь еще видим? Зеленый цвет, а я вам его весь назвал. Вот она, Шушары, Дунайская слава, шестая линия, полностью спроектированная в 2011 году, Театральная горная, Новокрестовская, Беговая, ну, и еще две станции, которые, кстати, скорее всего, будут строить в ближайшее время. Это Турийская в районе оптиков, Богатырского, да, и станции Метрушеваловский проспект. Вот их, скорее всего, будут строить, потому что очень большое желание у города есть, и есть все возможности. Ну, и в завершение, вот это мы промотаем старые генпланы, покажу мой любимый, 14-й вариант, то, как, как говорится, метрополитен здорового человека, как надо бы его построить и сформировать. Мы опоздали, конечно, сильно, но, надеюсь, годы позволят нам наверстать упущенное. Что, друзья, время подходит к концу. Хочу поблагодарить всех вас за то, что пришли ко мне в гости. Благодарю Российскую национальную библиотеку за возможность перед такой замечательной огромной аудиторией, не скрою, это опыт у меня впервые, когда две сотни с лишним человек. Спасибо вам большое, друзья. Я очень надеюсь, что мероприятие подобного формата вам позволило взглянуть несколько шире, несколько иначе на метрополитен, как на транспорт. Понятно, что очень много тем остались у нас еще не открыты, а, может быть, оно и к лучшему. Может быть, это повод для того, чтобы встретиться вновь с вами и продолжить общение и рассказ про метрополитен. Спасибо большое. Не бойтесь, метрополитен, это интересно и это безопасно. До встречи, друзья. Спасибо.